Чем мне нравится в Колумбии, то что здесь в 6-7 утра уже жизнь кипит Вот сейчас я позавтракал, выхожу из отеля и поехали У меня есть немножко времени, чтобы успеть все посмотреть и до 9 сдать машину Потому что компания прокатная работает до 9 И если я приеду позже, то мне придется брать машину в следующие сутки Это очень плохо Начинаются платные дороги Сейчас посмотрим, сколько стоит Вот так выглядит въезд Так, и где у нас цены? Нету цены Окей А нет, цена 10-200 А сколько стоит? 10-200 Приехал на очередную достопримечательность Называется Грязевой вулкан Короче, вот такая вот пыльня Тут местные построили деревню И тут билеты за подъем на вулкан И за то, что ты вообще приходишь на вулкан Сам вулкан представляет из себя большую грязевую ванну естественного происхождения Которые можно купаться Типа целебная грязь Все дела Вот Так вот я забрался наверх Вот так вот это выглядит Это, конечно, не Баден-Баден Но своя экзотика есть Вот здесь озеро какое-то Вот под такую музыку я езжу по Колумбии Не знаю, что это играет Просто какое-то радио Нашел его в городе В город Килье Очень веселая песня Я приехал в Санта-Марту После Картохена Это смотрится просто раем на земле Приятная набережная Ресторанчики всякие хорошие Вот статуи голых женщин Вот такие, ну как бы, развивающиеся городок Видно, что он строится красивый, ухоженный Прямо приятно смотреть А вот такой вот пляж Санта-Марты Гораздо лучше, по-моему И вид шикарнее Конечно, рядом порт Но что ты поделаешь Все, хочу вон туда съездить Там, может, что-то есть интересное Вот принесли мне рыбку Это рыбка барга называется Не знаю, как это по-русски Это банан опять толченый Два сока Это сок лулу Это маракуйя Понятия не имею, что за лулу Понятия не имею, что за лулу Но он вкусный Ладно, всем приятного аппетита Увидимся поездить Пока еще не видел хороших пляжей в Колумбии Но этот, наверное, лучшее из того, что было Это городок Таганго Недалеко от Санта-Марты Находится в такой бухте Отсюда возят экскурсии Блин, крутой, давай едешь Воняет еще Здесь погружаются к флангам Ныряют с маской Плавают на катере Делают различные морские экскурсии Вот Ну и вообще, в принципе Переходишь на живописное место Вот так оно В горах немножко спрятано Такой колумбийский лазурный берег На самом деле, я думаю Чтобы увидеть хорошие пляжи Мне надо лететь на Сан-Андреас Остров Сан-Андреас Находится Если я не ошибаюсь Недалеко от Панамы Вот Он находится в юрисдиксе Колумбии Насколько я знаю Там самые лучшие пляжи Ну посмотрим Может быть летают туда Вот здесь вот такие Вдоль дороги рыночки стоят Продают всякие фрукты Вот их много Я еще по пути туда их примите Вот у одного остановился Папайя, манго Бананы Всякие неведомые фрукты Арбузы Ушел мне бананы Вот такие штуки Сложатся в бананных листьях Сейчас попробую Чего-нибудь Учитель чистить манго Сложатся в бананных листьях Ну, короче, вы дальше поняли, в середине остается только кросточка, и я выбрасываю все. В общем, я хотел пойти сегодня в клуб, но потом понял, что моих сон не хватит, и решил приехать в аэропорт. Я приехал за пять с половиной часов до вылета, меня зарегистрировали, я был очень удивлен и рад. Пошел внутрь к гейтам, пошел в бизнес-лаунж, сначала меня выгнали из бизнес-лаунж, сказали, потому что они сейчас закрываются и открываются только в 4.30. То есть за полчаса до вылета моего смысл вообще особого нет. Вот, а потом я вышел просто к гейту, хотел сесть, и меня оттуда выгнали, сказали, что вы не можете тусить, потому что ваш вылет завтра. Вообще, что за бред? Типа, слишком долго находится возле гейта. Короче, эта авианка меня уже бесит. Блин, ну такой бред. Почему я не могу сесть возле гейта, если у меня вылет завтра? Ну и что, что я хочу пять часов? Да, я хочу пять часов сесть возле гейта. И что теперь? Нет, вы не можете. Вот так вот на это путешествие. Это не только на машинах купаться, в море загорать на пляжах. Иногда приходится спать в аэропорту. Иногда в аэропорту даже приходится спать по 4 часа. Прошлую ночь спал 3 часа, это нужно было спать 4 часа. И еще сегодня мне предстоит проехать порядка 500 километров. Но это дофига, потому что ехать надо будет по серпантину. Средина скорость, наверное, километров 50 будет. Ну, может, на 500, конечно, меньше. Я не бронировал отель, поэтому, по самому чувству, как только пойму, что я уже больше не могу дальше. Я постановлюсь, как и первый попавшийся забегал на ночь. Через 1 я забронировал себе отель в Медельине. Вот так вот. Так что увидимся утром. Всем привет! Я попал в вашу серию из будущего. Прошло 2 недели с тех пор, как я был здесь. Сейчас я вернулся сюда с группой. Это парк Тайрона. Я вернулся сюда с группой для того, чтобы показать вам национальный парк Тайрона. В общем, вот так вот выглядит парк. Смысл в том, что ты приезжаешь сюда ко входу на машине и дальше пешком, либо на лошадях, идешь к морю, океану, гуляешь через лес. Тут мы уже видели всяких капибар, ящериц, птиц разнообразных. Но снять их очень сложно, потому что ты их, видишь, как правило, пару секунд, и они как бы пугливые. Камера не успевает включиться. Вот, соответственно, идем вот по такой тропинке. Тропинка достаточно цивильная. Все хорошо сделано. Здесь мы поднимаемся, спускаемся, поднимаемся, спускаемся. Это горный серпантин. И сейчас выйдем к морю. Выйдем к морю и будем весь день здесь ходить. Ходить на разные пляжи, купаться, загораться, нырять с маской. Вот чуть видно пляж. Здесь сильные волны. Есть пляжи, где волны отсутствуют, где поспокойнее. Ну, в общем, сейчас все вам это покажу. Фух, жарковато сегодня. Достаточно душно и безветренно. Поэтому идти жарковато. До первой точки от парковки, от главного входа идти где-то час-полтора. Ну, таким спокойным шагом. Вот поэтому мы пока гуляем. Вот мы вышли к нашему первому пляжу за сегодня. Здесь красные флаги стоят. Купаться нельзя. Мы идем до пляжа, до которого можно купаться. Это будет вон там, вот перед тем большим мысом. В общем, еще гуляем. Но уже гуляем с видом на Карибское море. Вот такое вот оно, Карибское море, ребята. Мы добрались до нашей финальной точки назначения. Такая вот лагунка небольшая. Пляжик. Лагунка небольшая. Сейчас здесь будем купаться. Я в Колумбии уже почти месяц, ну, без пяти дней. И это будет первый раз, когда я пойду купаться. Один раз купался в Амазонке, и все. Сейчас пойду купаться в Карибском море. Я вам не буду это показывать, потому что мой кейс, который вот непроницаемый, совсем сломался во время катания по Амазонке. Вот, так что можете представить, как это будет. Здесь красиво. Чем-то похоже на Сейшелы. Такие же волны большие. Погода не слишком сегодня солнечная, поэтому вода не слишком бирюзовая. Обычно цвет воды зависит от солнца. Если солнце, то... Солнце яркое, то вода бирюзовая. Сегодня, видите, небольшие облачка есть. Поэтому вода, конечно, приятного цвета, но не такая бирюзовая, как могла бы быть. Ладно, хватит разговоров. Пойду купаться. Увидимся.